Всем здравствуйте, меня зовут Анна. Данное видео будет на тему системы высшего образования и оно будет полезно абитуриентам и их родителям, ну и любым, собственно говоря, лицам, которые на данный момент озадачены, куда отправить учиться ребенка, племянника, опекаемого и так далее. То, что касается работы университета. На практике я являюсь доцентом одного из тюменских университетов и поэтому за 9 лет работы плюс еще 5 лет обучения могу с уверенностью сказать, что я могу рассказать вам, как устроено высшее образование. И понимая эти вещи, эти простые вещи, возможно для кого-то здесь не будет никакого открытия, никакой Америки, понимая эти вещи, у вас будет меньше разочарований у студентов, когда вы попадете в университет. Потому что на практике мы систематически видим, что спустя полгода ребенок говорит, почему мы это изучаем, там спустя год он говорит, я хочу перейти на заочку, я не понимаю, почему я должен еще потратить несколько лет на изучение того, что мне не будет полезно в жизни. И вот для того, чтобы избежать подобных разочарований, посмотрите данное видео, потому что в нем я вам расскажу, как открыть занавесу того, что предлагает университет. Во-первых, стоит сказать, что сегодняшним битурентам гораздо проще, потому что сегодня любой вуз имеет сайт и на этом сайте представлена масса информации. Это в обязательном порядке вузам навязывают, собственно говоря, эти условия, и эти условия навязаны для того, чтобы как раз выбор профессии был максимально прозрачным. Вы можете составить список университетов по географическому признаку или по признаку того, в какой сфере вы будете получать образование, потому что если вы поступаете в технический вуз, то логично поступать на инженера. Если вы поступаете, хотите учиться на психолога, то здесь надо выбирать классические университеты. В зависимости от того, какую профессию выбирает ваш ребенок, либо вы сами, нужно смотреть, чем университет занимается. Соответственно, если по географическому признаку хотите поступать в столицы или хотите поступать только в вузы вашего города, которые находятся не дальше трех кварталов от вашего дома, то, соответственно, здесь сразу составляем список университетов. После того, как составили список университетов, заходим на сайты. На сайте вы увидите обязательно вкладки для абитуриентов, где представлены направления подготовки, по которым ведутся наборы, где формируются группы. Дальше возникает вопрос, а кем же я буду, если пойду учиться туда или сюда? Ответ на этот вопрос можно получить до того, как вы поступите на эту профессию, для того, чтобы потом не было никакого удивления у вас или у поступившего, либо у тех, кто отправил его туда. После того, как вы выбрали направление подготовки, в поисковике забейте данное направление подготовки и добавьте образовательный стандарт. Два слова буквально. У вас выпадет образовательный стандарт, где-то в выдаче он будет. Где будет, обязательно смотрите уровни подготовки, потому что есть у нас бакалавриат, магистратура, еще аспирантура есть. Поэтому магистратура и бакалавриат, конечно, отличаются, а названия у них могут совпадать. Поэтому, если вы поступаете после школы, допустим, на бакалавра, то, соответственно, смотрим бакалавра. После того, как вы нашли этот стандарт, посмотрите внимательно, какие компетенции там формируются. Сегодня у нас, собственно говоря, образование строится на компетенциях. Это учитывает сознание, умение и чем владеет студент. Раньше строились на зонах знать, уметь и навыки, которые существуют. Компетенции отличаются. Особенность компетенции в том, что они проявляются в поведении человека. Таким образом, человек, ну, допустим, он не просто знает, а он озвучивает то, что он знает. Вот это компетенция, как бы, знания, да. Если человек не в состоянии озвучить, то, соответственно, он в своем поведении не проявляет это. Так вот, в стандарте вы можете посмотреть список компетенций, которые формирует данная профессия, да, данное направление подготовки, и посмотреть виды деятельности, которые возможны. После того, как вы посмотрели, кем же будет, какими знаниями должен обладать выпускник по данному направлению, идем обратно в университет. И вам необходимо посмотреть учебный план. Это документ, который предусматривает перечень дисциплин с часами, какое количество часов будет выделено на те или иные дисциплины. Вы сможете спокойно здесь сразу изучить, какие дисциплины будут изучаться, в каком семестре, какие дисциплины являются обязательными, а какие являются выборными. И виды деятельности тоже можно посмотреть в учебном плане, потому что по факту в стандарте их может быть, допустим, пять, а в учебном плане, ну, например, три. Только данный вуз формирует там, только выбрал эти два направления. Или конкретно в этом наборе в этом году набирают студентов, которых будут набирать по этому учебному плану, а он предусматривает, допустим, два или три направления. Так вот, после того, как вы посмотрели учебный план, у вас не будет никакого секрета в том, что же вы именно будете изучать и в каком семестре. Более того, по каждой дисциплине есть возможность, если быть очень, ну, таким, доточным, да, абитуриентом, можно посмотреть рабочие программы. Рабочие программы бывают аннотированные, то есть это коротенький вариант рабочей программы, а бывают полные. По каждой дисциплине есть рабочая программа, она предусматривает перечень тем, которые будут разбираться в рамках той или иной дисциплины. Исходя из этого, вы будете точно понимать, что предусматривает образование по данному направлению подготовки. То есть вы будете точно знать, что вы будете обучаться четыре года, в течение первого года вы будете изучать вот эти дисциплины, второго года вот эти, третьего вот эти, четвертого вот эти. Какие у вас будут курсовые работы, когда будет практика, в какие периоды, это все можно увидеть. Но это только в графике учебного процесса можно увидеть, но тем не менее в учебном плане название вы посмотрите, и это позволит вам понять огромное количество, ну, как бы, информации будет перед вами. И таким образом риск того, что спустя год после обучения на очке, да еще если, допустим, это платно, да, вы разочаруетесь в своей профессии, он будет снижен. Не значит, что его не будет, потому что есть еще масса, как бы, факторов, которые могут повлиять на то, как формируются эти знания. Это зависит от того, какие созданы условия в университете, зависит от того, какие преподаватели вам попадут. То есть это же все равно влияет, какой опыт у преподавателя, какой видней он имеет. И еще там масса моментов могут оказывать влияние в зависимости от того, какая группа будет, какие дети, да, будут в группе, насколько быстро пройдет адаптация, и группа станет таким сплоченным коллективом. Но тем не менее, на стадии поступления, для того, чтобы четко понимать, какую профессию вы выбираете, и после поступления в университет не удивиться тому, что вы изучаете, а после окончания университета не бегать с криком, куда мне идти, когда вы 4 года как мантру говорили, да мне сказали родители получить просто высшее образование, там уже разберемся. Ну так вы получили диплом, какие вопросы, при чем здесь профессия, ну может быть профессия получилась, что заинтересовала вас, а может быть не получилась, что заинтересовала. То есть таким образом необходимо в самом начале понять, куда вы 4 года жизни отдаете, когда вы поступаете в университет. Резюмируем. Первое, составляем список университетов, куда вы хотите пойти. Первое, это может быть географический признак, это может быть признак профессионального, профессиональный аспект взят. Второе, заходим на сайт этих университетов и смотрим, какие есть направления подготовки. Третье, находим образовательные стандарты по данным направлениям подготовки. И смотрим в образовательных стандартах, какие компетенции формируются у выпускников и какие виды деятельности вообще предусмотрены при данной профессии. Дальше запрашиваем учебные планы по данным программам подготовки. Из учебных планов смотрим, какие дисциплины будут изучаться. То есть, в принципе, это такой минимум, который я рекомендовала бы изучить абитуриентам, прежде чем окончательно определиться с профессией. Собственно, всё. Всем хорошего, всего хорошего. Надеюсь, данное видео было полезно. До новых встреч!